Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. Учитывая, что этот год проходит в Казанском федеральном университете по знаком Лобачевского, начнем с новостей из мира большой математики. Математик из Франции Ив Мейер стал лауреатом Абелевской премии, которую присуждает Академия наук Норвегии. Почетная награда, которую нередко называют «Нобелевской премией по математике», вручена ученому за основополагающий вклад в разработку теории вейвлеттов, математических функций, применяемых в настоящее время в том числе для анализа и сжатия данных. Интересно, что за годы существования этой премии, стоимость которой в долларах равна примерно миллиону, два выходца из нашей страны становились ее обладателями. Это Михаил Громов, геометр, правда премию он получал тоже под французским флагом, и Яков Синай, работающий долгие годы в Принстоне. И тут есть тоже интересная деталь. Яков Синай – внук Вениамина Кагана, одного из первых математиков России, работавших в области неевклидовой и дифференциальной геометрии. Вот такие интересные переплетения судеб, весьма значимые и для нас. А сам Казанский университет готовится к юбилею Лобачевского, в том числе и к присуждению первой в истории крупной математической премии имени великого ученого. 18 марта в императорском зале КФУ состоялась лекция, посвященная как раз году Лобачевского. Перед слушателями выступили преподаватели университета, которые рассказали о великом математике и его жизненном пути. В субботу, 18 марта, в Казанском федеральном университете состоялась лекция «Лектория Open History», посвященная году Лобачевского. В этот день перед слушателями выступила Ильяна Шакирова с темой Николай Иванович Лобачевский, педагог и наставник, и директор Института математики и механики имени Лобачевского Максим Хромченков с лекцией Юрия Коноплева «Лобачевский и современная наука». Удивительно то, что великий математик и ректор Императорского Казанского университета стал для лекторов частью их жизни. Так Лилиана Шакирова в своей лекции опиралась на диссертационную работу, которую написала на основе исследований Казанской математической школы. Когда я поступила в аспирантуру, мне была предложена тема «Казанская математическая школа». Я занялась этой проблемой, я действительно жила 19 веком личностью Лобачевского. Я изучала о том, кто были его учителя, как они готовили его к профессорской деятельности, как затем он стал преподавать достаточно рано, как его поддержали немецкие профессора. Стоит отметить, что подобные открытые встречи будут идти вплоть до 1 декабря. На них будет популярно рассказываться не только о гении самого ученого, его математических, физических и других талантах, но и о самых интересных загадках математики в целом. Лекции рассчитаны на самую разнообразную аудиторию – от старшеклассников до ученых, а представлять их будут имениты ученые математики не только Казани и России, но и даже стран зарубежья. Продолжая тему работ, что ведутся активно в университете, в так называемом естественно-научном блоке, не могу обойти вниманием разработки наших физиков, которые в силу своей специфики весьма значимы в целом для сегодняшнего общества. Последние годы тема кибершпионажа во всех его проявлениях стала просто топовой. Оно давно уже вышло из вопроса защиты кода и превратилось в большой инструмент и политической борьбы на самом, что ни на есть, глобальном уровне. Оно в целом и объяснимо в веки, где цифра, код, IT становятся доминанты во всех процессах. Исследования в области защиты данных, информации сегодня становятся крайне востребованными и за их успехами следят без преувеличения во всех уголках мира. Как в полной секретности доставить информацию до адресата? И как сделать так, чтобы третьим лицам не удалось ее заполучить? Ученые радиофизики Островызов КФУ предложили новую систему защиты обмена данными с амбициозным названием «Геракл». Смотрите сами. Как защитить информацию при ее передаче? На этот вопрос ответили ученые радиофизики Казанского федерального. И создали новую систему генерации распределения ключей шифрования, сокращенно «Геракл». Сложности работы были в том, что мы первая группа, фактически которая в России взялась за эту проблематику. Поэтому пришлось много начинать с нуля, но и это очень сильно воодушевило, потому что работа над новым проектом, над новой идеей, именно ощущение того, что ты создаешь что-то новое своими руками, оно, конечно, очень вдохновляет. Предлагаемая система, что интересно, основана не на математических алгоритмах, а на случайных физических процессах. Перехват ключа невозможен в силу природной стихийности физических процессов распространения радиоволн. Ключи перехватываются, потому что они доставляются от одного пункта до другого каким-то образом. В нашем случае доставки не происходят, они генерируются непосредственно в пунктах за счет того, что оба пункта наблюдают одну и ту же среду, одну и ту же случайную обстановку. И поскольку нет передачи ключа, существует создание ключа только конкретной точки, то невозможно его перехватить. Ключ шифрования может применяться в совершенно различных областях. Например, для защищенных военных коммуникаций, где можно использовать непредсказуемые изменения тактичной обстановки на поле боя при обмене радиосигналами для создания случайных последовательностей и генерации новых ключей. Это можно использовать и в банковской сфере, а также в любом офисе для защиты уязвимых беспроводных Wi-Fi-точек. По периметру любого офисного помещения расположена группа Wi-Fi-точек, которые непрерывно обмениваются сигналами. Друг с другом. Но в то же самое время, сама среда, по которой распространяются сигналы, она непрерывно изменяется в течение рабочего дня, потому что перемещаются сотрудники постоянно с какими-то поручениями, с какими-то бумагами. Каждый сотрудник выступает в качестве случайного рассеивателя, который вносит случайность непредсказуемости в канал связи. Таким образом, используя случайность офисной обстановки, Wi-Fi-точки могут обновлять ключи и непредсказуемо менять свои пароли и шифры. Именно основная уязвимость Wi-Fi-сетей в том, что они используют статичный, запрограммированный на этапе конфигурирования сети ключи. А наша среда, она постоянно изменяется, она позволяет непрерывно, случайно и непредсказуемо изменять ключ, используя именно случайность канала связи. В системе «Геракл» работают два легальных устройства связи, которые непрерывно обмениваются радиосигналами на частоте порядка 1 ГГц. В лабораториях их ласковые по-домашнему называют «Элис и Боб». Но есть и третье устройство «Ева», идентичное легальным, но являющееся потенциальным противником, стремящимся прослушать легальных абонентов. Для защиты от противника легальные устройства в течение короткого времени генерируют секретный ключ, используя случайность канала связи. Допустим, мы с вами хотим провести защищенную видеоконференцию, но не хотим, чтобы нас кто-то подслушивал или перехватил эту видеоконференцию. Мы можем воспользоваться нашей системой и пронаблюдать за случайностью канала. Нажимаем, запускаем, генерация ключей. Ага. И как мы видим, за счет того, что наш ключ обновился и стал неизвестен перехватчику, он не может за нами больше наблюдать. Теоретическая часть проекта легла в основу кандидатской диссертации Амира Сулимова. Возглавил работу профессор кафедры радиофизики Аркадий Карпов. А разработчиками аппаратуры комплекса «Геракл» стали аспирант кафедры радиофизики Айдар Галиев и ассистент кафедры Алексей Смоляков. На основе этих наработок были созданы опытные макеты, которые уже являются законченным готовым продуктом, которые осуществляют генерацию ключей и постоянных обновлений. Сейчас перед разработчиками стоит задача внести упрощение в систему, чтобы достичь того же самого результата, но с меньшими затратами и с более доступной коммерческой аппаратурой. Еще одно стратегически важное для человечества направление и деятельность оказалось на минувшей неделе под пристальным вниманием первых лиц государства. Тема развития системы охраны здоровья, прорыва в здравоохранении звучала и на совещании, что собирал президент страны Владимир Путин. Средства массоинформации вновь кинулись внимательно смотреть на уровень и качество тех, кто и с какими баллами поступает на медицинские направления в ВУЗы. Впрочем, здесь не обошлось без конфузов, как часто случается сегодня с данными статистики. Но оставим это на совести и тех, кто выводит средние показатели температуры по больнице, и тех, кто неумно интерпретирует эти данные. Хотя тема качества подготовки медицинских специалистов, безусловно, одна из самых ключевых на сегодня. Здесь важным является все. И сегодня мы предложим вам сюжет только об одном из срезов этого вопроса, связанном с организацией стажировок и практик наших студентов-медиков в ведущих медицинских центрах мира. Вот студенты Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошли практику в японской клинике университета Цукубы. Сегодня они рассказывают о своем опыте и делятся впечатлениями. Клиника университета Цукубы в Японии приняла на стажировку трех студентов Казанского федерального. Клиника является одним из ведущих университетских медицинских учреждений, поддерживая тесное сотрудничество со многими японскими и иностранными медицинскими центрами. Студенты ФМИП проходили серьезный отбор, состоящий из трех этапов. Тест по английскому, собеседование в департаменте внешних связей КФУ и проверка общей успеваемости. Старания студентов имели свои плоды. Стажировка в клинике университета Цукубы – огромный опыт для каждого из них. Наш день, в принципе, начинался обычно с утренней конференции отделения, когда мы рассматривали клинические случаи, разбирали магнитно-резонансную томографию, обсуждали возможные операции, возможные осложнения. Также периодически проводился разбор различной научной литературы во время как раз утренних конференций. Затем следовал традиционный утренний обход по отделению. После обхода мы обычно отправлялись на операцию. Нам раздали клинические случаи разные, мы устанавливали причину смерти, оставили диагноз. Ребята получили уникальную возможность посмотреть на работу новейшего устройства в медицине – робота-довинчи. Мы в восторге. Это высокие технологии, 21 век. Мы под впечатлением, потому что работа с ассистентом-роботом-хирургом требует классификации высокой, как хирурга и, собственно, возможности больницы предоставить это оборудование и содержать его в рабочем состоянии. Тимур Латыпов ранее также проходил практику в университетской клинике КФУ и рассказал о различиях зарубежной и отечественной больниц. Различия, я бы сказал, упираются в большей степени в менталитет, поскольку в некоторых местах оснащение наших клиник уже приближается к зарубежному оснащению. Когда ты работаешь, например, асситируешь или взаимодействуешь с врачом в Японии, будучи студентом, ты не боишься совершить ошибку. То есть если где-то дрогнет рука, ты понимаешь, что он тебя подстрахует за это, не будет какого-то наказания, как возможно, например, у нас в России. Общаться в клинике ребятам приходилось на английском языке. От них требовались не только базовые знания, но и умение найти общий язык с пациентами. Как преодолевали языковой барьер, рассказала Гузель Гафиатулина. Пациенты разговаривают только на японском, и, соответственно, нужен перевод от куратора. Но даже это не было такой большой проблемой. Пациенты были очень отзывчивы, с удовольствием отвечали на вопросы, и необходимость переводчика их не смущала. Конечно, попасть на такую стажировку – огромный труд. Но бесценный опыт того стоит. А сейчас о весьма тревожной тенденции. Что выявили российские социологи и о которой рассказали на минувшей неделе. Левада-центр провел опрос об интересе граждан к историческим эпохам и наиболее значимым, по мнению респондентов, периодам в истории России. По-прежнему больше всего особый повышенный интерес у респондентов вызывает Великая Отечественная война. Но! Если в июле 2008 года к этому периоду внимание проявляли более половины респондентов – 55%, то в марте 2017-го всего 38%. За этот же период заметно упал интерес россиян к Петровской эпохе – с 42% до 31%. Истории Древней Руси – с 34% до 28%. Серебряному веку – с 23% до 18%. Несмотря на спад интереса, эти исторические эпохи до сих пор наиболее актуальны для респондентов после истории Великой Отечественной войны. И все же интерес к истории, столь близко еще нам и трагической, падает. В чем здесь причина и что можно сделать для того, чтобы его суметь поддерживать, этот интерес, сознание молодого поколения? Что становится все активнее, а вот исторических знаний набираться хочет все меньше и меньше? И я с удовольствием представляю нашего гостя. Мы уже не первый раз встречаемся в этой студии. Это заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском Кремле. Михаил Ильич Черепанов. Добрый вечер. Добрый вечер. Если позвольте, вот к данным опросов, которые провели социологи в России, хотел бы обратиться, которые фиксируют, что за последние 10 лет произошло существенное снижение интереса населения к истории Великой Отечественной войны. С одной стороны, мы наблюдаем увеличение битв, таких вот идеологических даже, я бы назвал битв, о том, что из себя представляла эта война, тайная битва, тот или иной подвиг, в целом, какие уроки у этой войны мы должны были бы извлечь, а с другой стороны, снижение интереса. Вот как бы вы могли это объяснить? Или это ошибка социологов? Ну, ответ конкретный. Наш музей, например, занимает в Кремле 4 зала, а музей динозавров, нефти и камней – 2 этажа. В сравнении. Причем музей динозавров создан на уровне 21 века с применением современных технологий, всевозможных компьютеров, всяких фильмов, всяких эффектов. Музей-мемориал – уровень 50-х годов прошлого века, то есть Ленинская комната. Плакаты, стенды, пушки. Все. – То есть вы считаете, что… – То есть даже в этом, даже в форме подачи, да? Ну, недавно президент открыл парк, посвященный кому? Войне? – Парк. – Динозаврикам. – Динозаврикам. То есть дети и родители, конечно же, везде видят прежде всего динозавриков. И дети поэтому наизусть знают все имена динозавров от и до. Жизнь, кто чем знаменит, кто какие яйца нес, и ничего не знают о судьбе своих собственных прадедов и дедов. Почему? Это они виноваты? Дети? Ученики? Учителя виноваты? Или программа, которую этим учителям за четыре часа в девятом классе учитель должен рассказать о всех четырех годах Великой Отечественной войны? – То есть прежде всего, насколько я понимаю, этот процент снижения связан с тем, что все более активные, все большую массу, извиняюсь за тавтологию, занимают в числе опрошенных молодых, которые приходят с этими ученными знаниями динозавров. И для них гораздо, я вот присутствовал на уроке, например, для них гораздо больше уделяется внимание зубы, резцы грызунов, занимают гораздо больше места в учебном процессе, чем все судьбы наших земляков, например, Татарстана, вместе взятых. В учебном процессе. Я уж не говорю сейчас про развлекательные всякие там парки, про всякие там аттракционы и так далее. И вот почему я-то убежден, что это, конечно, последствия самой настоящей политики сверху. Это не ошибки какие-то там на местах и не перегибы какие-то там динозавры вместо танков. Да нет, это, если бы была такая программа, реальная программа, воспитание детей на примере подвигов, ну, как это в Советском Союзе было, ну, что тут, Господи, да? То есть сейчас, конечно, пытаются вернуть юнармию, но юнармию, опять же, формально, то есть их просто в военную форму одевают и учат разбирать, собирать оружие. Это что, Великая Отечественная война? Вот это и все? Понимаете, в чем дело? Любой нормальный человек интересуется предметом только тогда, когда об этом предмете рассказывают интересно. Если приходит человек в аудиторию любую и, начиная 22 июня, Киев бомбили, нам объявили, естественно, его не слушать никто не будет, и это никто не запомнит. То есть можно даже предположить, что те самые споры, о которых я упоминал, которые идут вокруг истории Второй мировой, Великой Отечественной, они и непонятны для большинства молодых людей, они не понимают, о чем спорят. Но даже если вы выслушаете всю экскурсию, которую вам дадут за 45 минут в нашем музее, быстро-быстро-быстро-быстро проговорив, вы что-нибудь запомните из того, что вам рассказали? Скорее всего, нет. А вот вы запомните только такие акценты, которые поставит этот экскурсовод на конкретные судьбы, конкретные примеры, конкретные цифры какие-то там. Ну, в общем, шокирующие или удивляющие какие-то факты, которые, ну, интересно же, да? Ну, как в том анекдоте про учителя географии, помните, да? То есть историк тоже может такие факты рассказать, что, собственно, даже, я не побоюсь этого слова, даже студенту будет интересно. Ну, вот изменить программу в школах, в вузах – это достаточно долгий и достаточно консервативный процесс. Конечно. Что можно сейчас предпринимать для того, чтобы популяризировать, в хорошем смысле этого слова, популяризировать эту самую историю Великой Отечественной, для того, чтобы привлечь внимание, обратить внимание, заставить думать, мыслить, какие-то организовать витарины, конкурсы, дополнительные занятия. Что вот вы можете предпринимать? Конкретный пример. У меня тоже, когда приходят ко мне посетители в музее, у меня тоже только 45 минут, не больше. И я за эти 45 минут должен привлечь внимание любого возраста, от детишек до стариков, к теме войны. Как я это делаю? Это элементарно. Скажите мне, пожалуйста, а у Гитлера была возможность уничтожить 140 миллионов советских граждан? В 45-м году хотя бы. Была? Большинство из нас об этом не знает вообще ничего. А оружие массового поражения, которое было в руках у Гитлера, урановой бомбы, ничего не знаем. Ни мы, ни ветераны войны. А ракета ФАУ еще где-то кто-то что-то слышал. Кино показывают, да. Да. Но опять же, ну ФАУ, ну подумаешь, ну летала там на тысячу километров. Но в боеголовках-то там про уран-то ничего не сказано. И никто ничего не говорит, тем более о роли нашей республики. Вот мы, республика Татарстан, тыловая, как мы помогали фронту? Уже в 41-м, в первые дни войны, вот в 1-е, 22-го июня, как мы помогали? Да меньшинство посетителей знает о том, что пороховой завод работал без перерыва на обед со времен Екатерины. Меньшинство. Почти никто не знает ничего о современных бомбардировщиках, которые полетели уже в 41-м году летом бомбить Берлин. Казанские. Не Илья Муромец, а УЖП-2, по немецкой технологии сделанные. И практически никто, конечно же, не знает о существовании тех самых танковых школ, авиационного клуба, парашютного клуба, которые готовили тысячи специалистов. Причем танков, танкистов нам готовили немцы, здесь помогали до 34-го года включительно. Я уж не говорю о заводах, которые до сих пор работают на немецких станках. Ну, загляните на оптико-механические. Стоят, родные, работают. Вот почему я предлагаю, конечно же, провести такую вот, ну, викторину, не викторину, но что-то типа такого вот шокирующего опроса. Знаешь ли ты? И вот эти сами ответы, которые они будут искать, заставят их вспомнить, что, в общем-то, действительно, оказывается, интересные вещи-то были. Не только какие-то там скучные цифры и факты. Потому что очень часто, я смотрю на викторине, у школьников, например, начинают спрашивать, как звали таких-то, таких-то генералов. Ну, и чего? Ну, звали. Каким оружием были вооружены курсанты под Москвой в 41-м? Ну, были винтовками. И что, это интересно? Викторина, о которой вы говорите, она уже разработана, то есть подготовлены вопросы по ней. Куда можно пойти, чтобы поучаствовать в этом? Ну, естественно. Прежде всего, в нашем музее мы предлагаем такую викторину. Приходите к нам, мы все покажем, расскажем. Ну, а по дружбе, как говорится, мы бы очень хотели и с университетом такое сотрудничество наладить. Потому что я-то, в общем-то, выпускник университета, и причем на кафедре журналистики. Поэтому я бы очень хотел начать со студентов-журналистов будущих, чтобы хотя бы они задались этим вопросом. А что я знаю про свою родную татарию, про Татарстан в годы войны? Что я знаю? И есть ли какие-то области знания, которых я, в общем-то, и не копал ни разу? Это же на поверхности, в принципе. Поэтому я предлагаю для начала просто чисто тесты такие кратенькие, А потом уже более сложные задания, письменные, где уже надо анализировать. Ну, например, роль группы Курмаша-Джалиля в плену. Это уже высший пилотаж. Ну, например, роль татар в немецкой форме в освобождении Франции в 1944 году с южной стороны. Это уже надо знать, и это уже надо анализировать. Это уже более сложные вещи. Ну, в общем, предлагаю начать. Ну, вот возникнет такой вопрос, к сожалению, студенты 21 века. Что их должно мотивировать? Естественно. Но любознательность... Конечно, согласен. ...по что мы не можем рассчитывать, мы видим, что интерес в поле. Сейчас очень модно пошло течение шариат, ислам. То есть порядочным татарин сам себя считает только если он знает Коран, например. Не так давно даже на рынке не давали в долг, если ты не знал семь колен своих родственников. По именам хотя бы. Сейчас уже и три-то не знает никто. То есть чувствовать себя порядочным человеком, конечно, можно по-разному. У меня Мерседес, у меня три яхты, у меня четыре любовницы. И можно совсем по-другому. Я точно знаю роль своих дедов и прадедов, своих земляков, вот исторических каких-то событий. И я могу этим блеснуть лишний раз и научить этому окружающих. Это тоже, согласитесь, авторитет. Это тоже иногда создает имидж современного человека. Не во всех компаниях, согласен. Но во многих я общался даже с зэками в тюрьмах. И то интересно. Им и это интересно. У них часто даже в связи с тем, что свободное время появляется в достаточном количестве, больше интерес проявляют, чтобы схватить то, что упустили по жизни. Конечно. Причем независимо от возраста. Независимо от возраста. Четвертый класс, пятый класс. Я думаю, что по мере запуска этой викторины, вот этих тестов, мы будем с вами встречаться и здесь. И я еще раз повторяю свое приглашение в шоуруме уже в рамках более серьезных, более острые, я надеюсь, дискуссии, потому что действительно очень сложная тема и очень неоднозначная. Если можно, когда вы планируете только вот один, что называется, уточняющий вопрос, эту викторину? Ну, хотелось бы в апреле, конечно, потому что 9 мая уже хотелось бы какие-то итоги подвести. Желательно, конечно. Причем у нас в музее опять. А вот, кстати, насчет музея, уж совсем, да, завершающие, что называется, насчет музея. Очень печальное полначало про четыре зала и два этажа с динозаврами. Все-таки есть ли перспектива, где-то видели вы эти предложения, или кто-то их формирует, по крайней мере, чтобы в Казань, может быть, не в Казань, может быть, даже на уровне, пускай Российской Федерации, для начала, в Москве появилось нечто, ну, не знаю, аналогичное. Яд вашей муэруссамена, да? Не, ну, зачем далеко ходить? Саранск, Мордовия, соседняя наша, родная, соседняя. Там трехэтажный музей боевой трудовой славы народа стоит в центре столицы, рядом с президентом. Это же мы не знаем. Причем он вход бесплатный. Вход бесплатный. Это самое главное. Это как раньше к Ленину ходили, да? А у нас, извините, билеты. Спасибо. До скорой встречи. Минувшая неделя ознаменовалась очередной активностью террористических организаций. Суды выносили суровые приговоры тем, кто смешал в своих головах религиозные чувства и экстремизм. Вновь и вновь приходится задумываться над проблемами обеспечения качественного, лишенного радикального на основу духовно-религиозного образования, как одного из главных инструментов противодействия экстремизму, терроризму и радикализму всех мастей. Эта тема и стала главной в ходе видеомоста, что крупнейшее в стране информационное агентство МИА «Россия сегодня» РИА Новости провел на неделе с подключением спикеров из Казани и Симферополя. В Казани видеомост обеспечивал Казанский федеральный университет. К слову, видеомосты такого рода по самым актуальным проблемам общества отныне, надеюсь, станут регулярными. А пока смотрите сами, о чем говорили духовные лидеры ислама в Москве, Казани и в Крыму. Достойное теологическое образование, в том числе исламское, в России может получить любой человек. Об этом 22 марта в научной библиотеке имени Лобачевского КФУ в ходе видеомоста Москва-Казань-Симферополь беседовали трое заместителей МУФСИЙ. Это заместитель МУФСИЯ Республики Татарстан, ректор Российского Исламского Института Рафик Мухаммедшин, в Симферополе заместитель МУФСИЯ Крыма Эсадуллах Баиров и первый заместитель председателя Совета МУФСИЯ в России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Хазрат Аблясов. На самом деле образование, просвещение является, наверное, основной работой нашего духовного управления мусульман и, безусловно, наших региональных организаций, так как через просвещение, через наши проповеди, через наши уроки, лекции мы доносим истинные ценности ислама, которые заложены в нашей религии. И в этом отношении, безусловно, приоритетом наших организаций является образование. Также Рушан Хазрат Аблясов рассказал о перспективах интернет-образования, отметив, что уже сейчас есть возможность дистанционно получить религиозное образование. В сентябре 2017 года система религиозного образования в России вступит в новую фазу своего развития. Об этом заявил заместитель МУФТИ Республики Татарстан Рафик Мухаммедшин, рассказав о подробностях реализации проекта Болгарской Исламской Академии. По его словам, Академию можно рассматривать как третий уровень развития исламского образования в России – магистерский и докторский. С серьезным знанием ислама, но исламское образование в себе несет еще очень много первозреческих установок, идеологических определенных посылок. И с этой точки зрения, естественно, отправлять своих детей за пределы России в принципе нет никакой гарантии, что студент, выпускник любого, здесь любого чекера заведения, исламских странах вернется высокообразованным и адекватно воспринимающим реальную российскую действительность. В свою очередь, заместитель МУФТИЯ Крыма Эсадуллах Баиров уверен, что для противостояния псевдоисламской проповеднической деятельности необходимо повышать уровень исламской образованности в целом. И начинать это надо уже в семье. В завершение телемоста участники задавали интересующие их вопросы разным сторонам. От образовательных школ исламского образования до получения религиозного образования за рубежом. Сегодня у нас не будет традиционного музыкального включения. Но презентация нового подпроекта программы будет. Для начала напомню, что на минувшей неделе большие гости из Центрального комитета Коммунистической партии Китая внимательно изучали в Казани самые разные аспекты жизни республики. Естественно, из тех, что связаны с образованием и наукой. Вот во что во что. А в это китайские товарищи сегодня вкладывают весьма серьезные ресурсы. Вот только в Казанском федеральном университете обучается более 500 китайских студентов. А в целом иностранных учащихся уже многие тысячи. И нам показалось весьма интересным именно их глазами посмотреть на многие события, факты, ситуации, что нас окружают. Как они смотрят и как готовы транслировать миру свои эмоции от проживания в Казани, учебы в Казанском университете, встречи со сверстниками и еще вчера, казалось бы, чуждыми им традициями. Это будет целый цикл материалов. И начнем мы его именно сюжетом, который для нас специально на русском языке, а для своих земляков на китайском языке подготовил магистрант высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. А вы внимательно смотрите сами, как наши китайские друзья видят университет, Казань, и как, кстати, берегут и чтут историю, которая у них из моды не выходит. Здравствуйте! Меня зовут Ю Цуэн. Я студентка из Китая. Сейчас учусь в Казанском федеральном университете. Это один из десяти российских федеральных университетов. В нем учились многие знаменитые люди. Например, русский писатель Лев Тостой, один из создателей евгридовой гометрии, Николай Лопачевский, революционер Вратимир Ленин. О казанских годах Ленина я узнала много. Хочу рассказать и вам. Будущий вождь мирового протариата был студентом Императорского Казанского университета совсем недолго. Он был отчислен спустя четыре месяца после начала учебы. Это 1887 года, когда случилась знаменитая студенческая сходка студентов Казанского университета. Вот аудитория, которую мы сейчас смотрите. Здесь Ленин учился. Он занимается на юридическом факультете. Место, в котором я сижу, когда в свое время это место Ленина. Здесь он получил знания, чтобы готовиться к будущей революции. Выйти по эту парту приезжает много туристов. И даже из моей страны Китая. Есть ли историю Ленина в Казанском университете. Мы уже знали, как он здесь учился, что происходило в то время. Но этого еще не хватает. Мне было интересно побывать в доме, где жила большая семья Ульяновых. В Казани теперь это музей. Итак, это дом-мудей в роде Ульяново-Ленина. Один старейший музей в Казани. Он был открыт 7 ноября 1937 года. Что там есть, какие особенности. Сейчас мы посмотрим. У музея сохранились бодренные документы, книги, личные вещи большой семьи Ульяновых. У маленького Володи были три сестры и два брата. Их одесса работала преподавателем. Мама занималась детьми. На этой фотографии выпускники из имбирской гимназии. Ленин находится на втором ряду, третий слева. Семья Ульяновых была музыкальной семьей. С детства мама учила их музыке. И увидите, здесь стоят рояли. Хотя Ленин не умел играть, но он хорошо пел. Вот, посмотрите, это уникальный документ прощения Ленина о принятии его на первый курс юридического факультета Императорского Казанского университета. И здесь же мы видим список исключенных студентов с указанием даты и местовой ссылки из-за участия в сходке 1887 года в Казанском университете, где представлена комната, в которой во время ссылки жил Лени. И вот здесь эти произведения Маркса, включая капитал марксизма. В это время Ленин уже становится на позиции марксизма. И это определило его дальнейшую судьбу. Через эти удивительные вещи мы побольше узнали о жизни Ленина. Ленин известен не только в России, но и в Китае. С детства я много раз слышала Ленина и еще изучала марксизм, ленинизм. Его теория влияет на молодежь из поколения у поколения. Мне очень повезло, что смогла своими глазами увидеть один музей. Это произвело на меня большое усмотрение на всю мою жизнь. Если будете в Казани, посадите в музее Ленина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова